В новой программе «Вкусные истории» вместе с шеф-поваром паназиатского ресторана готовим настоящие сибирские блюда. Владимир, здравствуйте! Расскажите, что мы сегодня будем с вами готовить? Какие это будут блюда? Будем готовить салат из папы, белых грибов и оленины, и корея оленя на гриле. Начнем мы с салата, я так понимаю. Что нам для него нужно? Для салата нужно белые грибы, фунчоза, папаэтник, вырезка оленины, жареная на гриле, и микс салатов. Почему выбрали все-таки этот салат именно? Он наибольшей популярностью пользуется или как? Или сезон, может быть? Мы сделали сезон оленины и северной рыбы. Что вы доверите делать мне? Я смотрю, что мы уже подготовили все-таки мясо, да, предварительно? Может, мясо нарезать? Давайте вы покажете сначала, как это делается все-таки. Тонкими слайсами. Вы можете дорезать мясо. Ну, я думаю, что у меня, конечно, так тонко не получится, как у вас. Но все-таки. Это у нас какая степень прожарки у мяса получается? Это рель. Оленину лучше есть с кровью. Лучше с кровью? Да. Почему? Ну, это специфика мяса. Ее можно пересушить или что? Ну, да, она очень быстро высыхает и выходит сок. Ну, как вы считаете, это вообще мужской салат все-таки или его и женщина спокойно заказывает? Ну, это больше мужской салат, конечно. Потому что мясо, да, присушить? Так, дальше. Украшаем тарелку сеточкой. То есть, в принципе, вот мы пожарили мясо, но это же творительно получилось. Пожарили мясо, ингредиенты все собраны. Микс салатов. Можно сбрызнуть маслом. Микс салатов снова что входит? Здесь лист зеленый, салат лолороса, фрезе и руккола. Ну, это то, что сейчас модно, а то, что популярно во всех ресторанах. Это то, что люди любят. Ну, и выглядит очень красиво. Все-таки давайте расскажите мне свою историю. 12 лет, но это довольно уже большой слов. Ну, да. С 16 лет... Почему вообще все-таки произошло? Это, не знаю, может быть, родители? Хотелось бы всегда. Хотелось бы готовить? Да. С чего начали готовить? Почему? Дома приготовили что-то? Дома помогал маме готовить и все. Ну, то есть, вошли вот в этот вот вкус. Да. Все, вкус. Какую кухню готовили раньше? Раньше. Ну, начинал с украинской, потом ушел в ночной клубе работать. Работал в клубе, там была вся кухня. Ну, в основу европейская была. Вот и 6 лет назад пришел сюда работать. Ну, какая самая сложная? Есть такая для вас или нет? Да. При желании все просто, всему можно научиться. Так, мое мясо мы не используем, да? Я так смотрю. Что? Я его не так порезала. Здесь с запасом было. Так, грибы у нас еще раз какие? Грибы сухие, белые. Мы их замачиваем, отвариваем и слегка прижариваем. Белый гриб после... Сушеный гриб больше вкуса дает, чем свежий. Так, еще у нас фунчоза. Ну, это уже тайские такие нотки. Паназиатская сына добавляется. Ну, вот вы как вообще сами рекомендуете сочетать мясные блюда с овощами? Или это может быть, как же, картошка, рис, там, не знаю? С картофелем лучше не сочетать мясо. Ну, по раздельной кухне не сочетается. Ну, то есть довольно тяжело, да? Да, это тяжело для желудка. А с овощами есть листья и салаты. Это отлично будет. Салат у нас готов? Все, салат готов. То есть, заправку мы делаем, получается, это бальзамический... Бальзамик, да. Крем, оливковое масло. Ну, и мясо достаточно пряное. Папа, это тоже грибы. Всего свой вкус. Ну, то есть, вот сейчас мы мяско пожарили предварительно. Вообще, сколько на прожарку такого кусочка мяса хватает? На такой кусочек минуты 4. Минуты 4. Ну, то есть, соответственно, здесь все ингредиенты несложные. Где-то минут за 10 можно собрать полностью готовый салат. Да. Все, значит, салат у нас готов. Дальше мы приступаем к основному блюду, так скажем. К основному блюду. Что нам понадобится? Это корейка оленины. Корейка оленины. Все, нарезаем. Ага. По рябну. Ну, как правильно выбрать корей? Что нужно, на что нужно обратить внимание самое главное? Какое оно должно быть? Должно быть. Вот на срезе. Чистое, да, салатное. То есть, вот получается, срез, здесь маленько у нас проходят. Да, да, пластик. Такие небольшие. Что это, жилки, да? Пластик, что это? Да. Кость? Ну, это косточка, да. Здесь, получается, уже зачищено. И обработанное. То есть, сейчас можно в магазине, не заморачиваясь, купить вот такое мясо. Так же. Не зачищать ничего. То есть, просто отрезал и готовить. Так, мы сейчас что делаем? Оно у нас каким-то будет гарниром каким-то или нет? Да, помидоры черри. Угу. На декор вот. Хорошо. Сейчас мы перейдем уже, я так понимаю, на гриль. Да, сейчас я подмариную. Это мажореловая ягода. Марина, что у нас? Мажореловая ягода, соль, перец. Оленина – это мясо северного молодого оленя. Пользуется большой популярностью среди коренных народов севера. Особую ценность оленина получила из-за нежного, своеобразного вкуса и сочности. Ее относят к лечебным и диетическим продуктам. Мясо оленя усваивается человеческим организмом значительно лучше, чем баранина, говядина, свинина и даже курятина. При употреблении оленины снижается риск заболевания с сахарным диабетом, атеросклерозом, гипертонией, болезнями сердца и многими другими. Оленину можно замочить в соусе из лесных ягод, брусники, клюквы и облепихи. Вкус после этого получается необыкновенно нежным, а мясо – сочным. Оленина сочетается со многими приправами. Лавровый лист, тимьян, черный и красный перец, а также со всеми лесными травами и ягодами. Мясо можно готовить на гриле и подавать с кисло-сладкими соусами. Идем на гриль. Смазываем решетку маслом. Это получается у нас сколько по времени должно? На корейку? Да. Вот на такие кусочки буквально мы будем жарить их с кровью буквально за минут 7-8 мы уложим все. То есть овощи у нас тоже подаются так же на гриле? Да. А как отношение ваше тогда к эстетике блюда? Как оформить его? То есть, как вы считаете, это важно, да, вот эта вот подача? Это одно из... Тоже главное. Если блюдо некрасиво подано, но вкусное, мозг посылает информацию, что это невкусно. И все. Плеч. Сейчас управляем тарелку соусом. Так, еще раз, соус мы какой используем? Соус брусничный с вином. Как он делается? Выпаривается брусника, потом выпаривается вино, все пробивается в блендере. То есть, ну, все-таки это идеальное сочетание, да, получается, к мясу? Ну, да. К олене, да, в нашем случае. Выкладываем нашу мясу. Так, ну, если посчитать, получается, она готовилась у нас с мясом на гриле, готовилась примерно минут так. Семь минут. Минут семь. Ну, как бы, все равно зависит от прожарения. Кто-то не любит прожарь, она будет готовиться подольше. Ну, все-таки вы рекомендуете... Ну, алене очень быстро готовится. Рекомендуете все-таки, чтобы оно было скроно. Да. Это мясо получается. В принципе, мясо. Все, мясо у нас уже получилось оформлено и готово. Именно вот такая подача используется в реставре, да? Да. Все, отлично. Салат, завершающий момент. Завершающий момент. Кедровые орешки. То есть, у нас по-настоящему получилось два таких сибирских блюда. Да. Ну, давайте уж наконец попробуем, потому что выглядит настолько аппетитно, что уже слюнки текут. Давайте кушать. Салат нужно как правильно? Примешать получается? Ну, да. И использовать все-таки нужно бальзамик, да? Да. Очень мягкая мясо. Шикарно. Знаете, на самом деле, да, в сочетании это с фунчозой и с папоротниками и так далее, я понимаю, это какое-то пикантное блюдо. Пробуйте. Вы со мной, чтобы оценить свою работу. Как вам самому? Отлично. Мясо у нас получилось очень мягким, полностью прожарено, да. Давайте покажем тоже. Как раз кусочек вот этот, который мы пожарили. Вот именно так вот должно выглядеть степень прожарки, чтобы было, получается, у нас крови-то. Ну, это рекомендуемая степень, да. Отлично. Владимир, ну, мне стоит сказать только большое спасибо за этот замечательный мастер-класс. Все наглядно показали, продемонстрировали. Ну, и все превосходно и вкусно. Спасибо. Вам спасибо.